всем привет сегодня мне отец принес куски плат от телевизора они были разбомблены видимо какими-то асоциальными личностями которые добывали руду непосильным методом вот но это то что осталось мне естественно нет все помыл в тазике с щеткой с мылом все и до сих пор еще и все не высохла давайте посмотрим что же тут на этих платах ну вот эти проводки это все связывается это в медь ладно это неважно что у нас здесь видим электролиты сопротивление кстати вот этот конденсатор какой-то любопытный кондиор 250 вольт вот вот хороший конденсатор кстати кстати до 250 вольт один микрофарад я их в светильниках своих вот такие конденсаторы использую это хороший конденсатор он сгодится дальше транзистор кт 972g 2009 год то есть вот это вот этот это телевизор 9 или 10 год 0 9 я думаю не знаю 9 10 тут ничего интересного дроссель с медной проволокой эти варвары не догадались что там есть дроссель и почему-то они не взяли вот этот вот дроссель по питанию наверное да скорее всего тоже конденсатор 630 вольт но этот 100 нанофарад это очень мало это несерьезно вот опять же катушка с меди до медная проволока почему-то они не взяли тут рассыпуха кстати любопытный момент вот такие вот конденсаторы я не знаю что за конденсаторы вот стать один флажок есть они чем-то похожи на флажки вероятно это то что пошло далее от флажков и потом видимо производство окончательно сдохло у нас и мы имеем то что имею у нас нет никакого производства это печально ребята очень печально не как радиолюбителю обидно что у нас нифига не производится то есть электронная промышленность в россии мертва полностью вот кто что не говорил но она мертва полностью ничего не делается там все мертво это обидно обидно друзья что у нас ничего своего нет и вот это вот видимо такой переходный период то что вот на плате здесь довольно таки много советских комп компания ну уже российских так скажем да но отечественных и уже импорт пошел так очень много импорта но еще наши как бы то есть именно в этом телевизоре как не знаю что за телевизор это был но они как-то старались держать марку то есть еще пытались что-то свое что у нас тут еще на плате mc 38 42 а это это шим контроллер кстати вот обидно обидно что вот они вырвали трансформатор и очень бы хотелось посмотреть на импульсный блок питания этого телевизора что он из себя представляет вот но мы видим что он наши нашим контроллер и был хотелось бы принципе тут основная часть хотелось бы всю обвязку и посмотреть схемотехнику какие детали тут были на нем на этом импульсном блоке питания ну чисто вот мне ну любопытно так скажем что же тогда было на этом тут у нас еще предохранить бросили этот извлекаем берем медь можно в принципе феррит со саму катушку оставить кстати катушка сгодится вот эту медь заберу я кто-то у нас сколько микрофарад нет лишь 5 на на 5 6 на на 1000 что-то нет это не интересно вообще вот эта медь можно предохранитель взять в принципе можно шин контроллер извлечь возьму я несколько вот таких конденсаторов отечественных они мне в принципе не нужны но на для памяти чтобы была память потому что таких я не видел конденсаторов они видимо были очень недолгое время и вышли из оборота так как производство было развалено все что у нас еще тут вот опять проводок это все медь вот провод выключатель тактовые кнопки у нас и к приемник светодиод мы извлечем и вот на этой плате вон мы видим дорожки их я заберу я заберу это все то есть на них я буду процарапывать пропиливать и что-то какие-то небольшие схемы можно делать то есть это это все пойдет дело и следующие плата опять мы видим проводки это медь скручивается это плата довольно любопытно любопытно наличием деталей разнообразных что тут конкретно такого интересного на этой плате здесь мы видим множество отечественных резисторов все ну не множество все резисторы здесь на плате они отечественные микросхемы не вижу что за микросхема 24 это 8-битная память по еще вот такая какая-то есть фиговина прозрачном корпусе непонятно не знаю что это резисторы резистор у нас все отечественные опять же повторюсь есть вот такие какие-то зеленые это конденсаторы я не знаю это тоже похоже отечественные не знаю что это за конденсаторы вот кстати вот очень похож на флажок и толщиной и только не красным такой желтоватый покрытый лаком вот его тоже возьму как память годах что мы все просрали потом так называемые полу бочонки они все отечественные посчитаем их 1 2 3 4 5 6 7 8 вот это кстати импортный 2931 а z3 вот столько полу бочонках в них содержится по завод их принимают что еще хотел добавить есть представляете км конденсаторы вообще шикарно окукленные 1 2 3 и это не импорт нифига это это реально отечественные км конденсаторы вот он еще где-то я видел а вот вот еще один вот такие вот синенькие конденсаторы очень похожи на болгарские окукленные я не знаю что это за конденсаторы их тут очень много также был найден тткс кстати он тут написан даже по отечественному тткс 3204 но он не не интересен у меня есть уже тткс и достать из него медь практически нереально он так залито там медик крохи в принципе он не интересен есть тут очень интересные диоды в нем исковольные но я сколько не пробовал не смог я ни разу достать их целыми всегда все это разбивалась крошилась поэтому не интересно открыл я это зеленый конденсатор а там ничего интересного алюминиевая фольга залитый компаундом сверху пластиковый корпус наша окукленная кремка как мы видим неодимовый магнит не берет ее все в порядке подведем итоги это платы у нас пойдут на сдачу принимают не знаю сколько здесь немного надо этот железный селектор каналов нужно тоже извлечь проводки всевозможные скручивать надо это все так скажем скручивается и сдается на медь кнопка фиксации там различные катушки дросселя ну это дросселя да медь сдавать я наверно не буду пусть лежит пригодится что-нибудь мотать какие-нибудь самоделки бывает нужно чуть-чуть металлолома в общую корзину что у нас дальше немножко радиодетали взял кондер взял электролит на 2200 микрофарад на 470 микрофарад взял светодиод аналоги флажков вернее их так скажем дети которые получили очень недолгую жизнь итоге взял их они принципе мне нужны ну как память что вот такие мне нет таких конденсаторов пусть будут чего взял один чем-то ладно пусть будет все 397 3 амперный что ли не помню предохранитель с гнездом посадки как кондер 250 вольт один микрофарад я как я говорил мне очень нужен шим-контроллер 3842 висе дроссель взял транзистор 972 гк это и вот эти вот 300 пол бочонки 3102 я их не стал откусывать я их выпил а не мне пригодятся а вот эти вот 4 штучки откусил их я на сдачу пущу а эти оставлю и 4 окукленных к м очки их я на сдачу пусть лежат копится я их сдам вот такое видео всем кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии